Время, уже трупные запахи пошли, поэтому нам нужно быстрее-быстрее передвигаться и определить, есть живое, нет. А вот в том завале детей нашли? Только через сутки. Живых? Да, показывали. Вот я их знаю, после них нашли людей. У людей собирается биоматериал, именно человеческий. Волосы, ногти. Ходили, искали именно галашов их. И тогда только увидели, почему нас бархан никуда не пускал. А преступник устал ждать и заснул. Друзья, сегодня у нас сюжет о настоящих героях. Спасателях, которые вместе со спасателями собаками ищут и находят людей. И эти люди, о ком мы сегодня будем говорить, ездили в Турцию, чтобы помогать находить из завалов живых людей. Сейчас я спрячусь, а поисковая собака найдет меня. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья, видели? Вот так собака находит пострадавшего и подает голос. И потом уже спасатели, ориентируясь на ее голос, подходят и спасают человека. Пая, Тая, пять с плюсом тебе. 6 февраля 2023 года Турцию и Сирию потрясли два мощных землетрясения. Погибли десятки тысяч людей. Кыргызстан немедленно отправил в братскую турецкую страну отряды спасателей, медиков, психологов, спасательных собак. Анна, Елена и Дмитрий – три кинолога, которые со своими спасательными собаками отправились в Турцию добровольцами. Их четвероногие герои Тея, Бархан и Лиса помогали среди завалов искать живых людей. Здравствуйте, Елена. Приветствую вас. Расскажите, пожалуйста, немножко о себе, о вашей организации, которая героически пошла спасать людей в Турцию. У нас общественное объединение «Кинологический центр спасатель». По профилю именно поисково-спасательное. Поиск тел погибших и следовая работа. То есть мы спасаем на завалах или пропавших детей. Вы при МЧС? Нет, мы сами по себе. Но мы помогаем и МВД, и МЧС. А кто вас финансирует тогда? Нас никто не финансирует. Но все делаем за свой счет. Серьезно. И во благо человечества. Расскажите, пожалуйста, как поступило приглашение в Турцию или вы сами попросились? Поскольку мы не успели, борт МЧС уехал. Это я. А следующий борт был через неделю, а время уходит. И собаке самое нужное, когда только началось, больше шансов спасти людей. А самолет уже улетел. Поэтому мы в соцсетях выставили пост, что мы ищем спонсоров, кто поможет нам перелететь туда, в Турцию, именно там, где нас ждут. У нас очень много городов было, кто нас просил приехать помочь. У нас отозвали спонсоры, но Turkish Airlines нам сделала перелет все бесплатное. Они взяли все на себя полностью. Перелет нас встречали в каждом аэропорту. Нам везде был зеленый колидор. Нас встречали отдельным автобусом, чтобы собакам никто не мешал. На самолете мы садились, с собакам было сразу же комфорт, что освобождали места, чтобы собака одна на трех местах сидела. То есть не куда-то ее сдавать, она летела с нами, чтобы собака работала. То есть люди понимали, да, собака едет спасать. И они настолько благодарны были. Вот мы вот в каждом аэропорту, мы сколько пересадок делали. Turkish Airlines нам все бесплатно сделал. Стюардессы возле нас все, что только вам нужно, скажите. Мы вам все сделаем. В Газиан-Тепе нам предоставили автобус до МЧС, до ФАДА. Именно Кахран-Мараши. Мы туда приехали на базу АФАДА, где наши МЧС были. АФАДА это их МЧС. Это их МЧС. Аналог нашего МЧС, только он называется АФАДА. Все, мы только приехали. И где-то через полчаса мы уже поехали на завалы. Обнаружить живых собакам удается лучше всех. Даже при современном развитии техники, их острый нюх и слух действуют в разы лучше, чем тепловизоры, шумоуловители и другая тонкая электроника. Мы поехали просто посмотреть, что оценить ситуацию, чтобы своими глазами. Но турецкий АФАД попросил нас поискать несколько завалов. Вроде бы там есть, чтобы знать, или копать экскаватором или нет. Но собаки определили только трупы. К сожалению. Поэтому мы сказали. И уже темнело. Поэтому мы дальше, мы только самолета. Мы уехали на базу. И на следующее утро мы уже выезжали. Как АФАД раздавал. Была как бы система уже сработанная. Кто-то что-то ночью слышал. Ночь уже тихо. Кто-то слышал. Прибегали к АФАДу, звонили. Что вот здесь вот слышали. Что или стуки, или что-то вот. И АФАД уже распределял, что кому куда идти. Люди пострадали очень сильно. Там такие сильные разрушения. Но людям же нужно помочь. Поэтому мы первый день, когда приехали, АФАД попросил нас, что трое детей осталось под завалами. И получается несколько домов как бы в один развалин сделалось. Рухнуло и все. Один котлован получился. И кто-то слышал детские крики. Поэтому нас попросили поискать. Собаки определили как треугольник. Мы им показали все. Но мы потеряли время. Часа три или четыре. Мы просто ждали, когда откопают, чтобы пустить еще собаку. Потому что завалы, когда падают, они... Не в каждую дырку собака может пролезть. Она, допустим, вот Тея пошла, пролезла. Но дальше у нее тупик. Она дальше не может пролезть. Поэтому откопали чуть-чуть. На это ушло часа три, чтобы она дальше пролезла. Вот они откопали. Мы Тея упустили. Тея вернулась. Тоже опять тупик. Дальше она тоже не может пролезть. Мы пустили Лису. Лиса пошла, сказала, тоже не могу пролезть. Но Лиса определила и с другого места, куда можно. Поэтому мы начали копать. Но это еще числа три ушло. И мы все это время как... По переменам, да, нам сюда сходить. И вот так чуть-чуть откопали, еще раз сходить. Мы весь день потратили на один завал, так сказать. А были еще целая куча. И мы на следующий день решили стратегию такую выработали. Мы поискали, сказали, где что нашли и пошли на следующий завал. Мы вот так вот целый день переходили от одного завала к другому завалу. А вот в том завале детей нашли? Только через сутки. Живых? Да. Нашли живых детей. Сколько там детей было? По-моему, трое. Мы когда на последнем завале были, нас попросили... Мы наверху завала были с Лисой. И ехала машина, остановились и вышел на Лису показывать, что-то жестикулировать. У нас был переводчик, азербайджанец. Но он хорошо говорил по-русски. И он с нами как в команду к нам. С нами стали ходить и россияне с МЧС, и с Германией тоже. То есть с нами команда как бы собралась за эти дни. И они ходили с нами. Сначала отрабатывали собаки, потом они подключались. Разбирали завалы. Да. Мы вот так вот помогли и пошли дальше. Сколько дней работали? Четыре. Четыре дня. И сколько живых людей ваша команда и собаки смогли обнаружить? Честно, мы нигде не останавливались. До нас только говорили, что вот после них нашли людей. Они хорошо и хорошо ищут. То есть это турки уже говорили, за нами ходили, вот где мы показывали. Вот я их знаю, после них нашли людей. А кого нашли, мы уже не уточняем, поэтому, ну, время, уже трупные запахи пошли. Поэтому нам нужно быстрее и быстрее передвигаться и как определить, да, есть живой, нет. Определили, труп или живой, пошли дальше. А вот сколько завалов было, где собаки определяли, что живые люди? Где-то три. Три завала. А где мертвые? О, на каждом завале. Скажите, а как собака определяет, живой или мертвый? Точнее, каким голосом он и как определяет? Когда собака находит живого, она радуется. У нее даже на морде видно, да, она так радуется, она счастливая. И она обязательно делает обозначение, она гавкает. То есть голосом она подает, что она нашла живого. Когда собака находит тело, она, ну, даже вот по ее морде видно, да, она расстроенная сильно. Это ее угнетает, она, ох, вот. Она садится, она не сходит с этого места. Она просто вот так смотрит в это, где она нашла. Пока ее не заберешь. Кинологи воспитывают своих четвероногих друзей с тех времен, когда они еще были щенками. За это время собак обучили быть настоящими спасателями. А как вы их так натренировали, что они вот, поисково-спасательные собаки? Есть, наверное, целая система, да? Да. Это несколько видов дрессировки. И общий курс, поисково-спасательный, ПТП, поиск тел погибших и следовая. Ну, следовую мы используем только в городской среде. На одну собаку уходит года два дрессировки. Помимо Турции вы выезжали еще на какие-то стихийные бедствия? Нет. Это первая ваша была такая? Это мы первый раз решили. Раньше у нас была одна собака, только Бархан. Потом Бархану дочку оставили, и Тея у нас появилась. И мы их уже стали именно на это дрессировать. А у нас здесь в Кыргызстане собаки кого-то находили уже? Да. Ну, у нас как обращаются, люди пропадают, мы делаем ориентировки. У нас есть такой отряд поисково-спасательный. Вот мы с ними... Кто-то делает ориентировки, кто-то на звонки отвечает. То есть у каждого своя функция. Сколько людей нашли уже у нас здесь? Ой, это даже не пересчитать. Мы даже не считали. А где в основном их находят? Ну, бывают такие поиски, которые нам даже никуда не стоит выходить. То есть все по телефону решается, и можно найти по телефону. Я имею в виду с помощью собак. С помощью собак. Вот последний у нас был ребенок с аутизмом. Когда он убежал, это был как раз мороз перед Новым годом. Вот его тогда нашли с помощью собак. Тея у нас поисково-спасательная, она живых находит. И немного мы стали дрессировать на поиск тел. Это только начало. Бархан у нас следовая и на поиск живых. А Лиса у нас на тела, на живых и на следовую. Вот только что вы продемонстрировали, как ищут живых. Поисково-спасательная. А как ищут мертвых? Как вы их тренируете? Это своя система, свои нормативы, которые должны быть, как там сказать. Собирается биоматериал, именно человеческий. Волосы, ногти, вот что-то отодралось, допустим, кожа. Все это в банку. То есть, кладируется и выдерживается. Чтобы оно гнить начало, запах. То есть, постоянно запах должен быть разный, выдержка должна быть разная. Мы где-то в каком-то квадрате прячем. Несколько дней оно полежит. И потом мы пускаем собаку. Скажите, а вашу организацию поддерживает государство или, может быть, коммерческие организации? Никто. На что вы существуете вообще? У нас все за свой счет. Все тренировки, все поездки, все мы за свой счет делаем. Нам никто абсолютно не помогает. А вот собак кормить надо? Тоже за свой счет, все. То есть, это некая благотворительность и волонтерство, да? Это скорее волонтерство. Добровольческое волонтерство. То есть, мы добровольцы, которые решили помогать людям. Ну, раз нам нигде ничего взять, значит, мы складываем свое. Вы параллельно где-то работаете, наверное, еще. Сколько у вас человек в команде? Сейчас трое. Параллельно где-то работают. Я дрессирую собак. В смысле, на платной основе, да? Ну, не совсем платно, не всегда платно. Не все люди могут сейчас оплатить. Кто не может оплатить, вы им тренируете бесплатно? Бесплатно. Если собак хотят быть спасателем, как мы, на поисково-спасателе, то эта дрессировка бесплатная абсолютно. Это все-таки добровольческое, это благое дело. За это деньги брать вообще грех. Поэтому у нас это все бесплатно. Кинологов зачастую привлекает к работе милиция. Разыскивать пропавших лиц и опасных преступников. В основном нас звали, когда убийство было. А, находить трупы? Нет, не находить трупы, а находить улики. Это как? Это следовая работа. А. Собака понюхала, пошла по следу. То есть собака показала, где, допустим, подозреваемый, как он прошел, куда свернул, где вышел, как вернулся. Расскажите, пожалуйста, самый интересный случай вне Турции. Когда сбежали преступники, один милиционер увидел это. И он их схватил, получается, схватил за штаны и снял. И они убежали голожопые. У одного снял? Одного. Без штанов и на одну ногу босой. И вот мы ходили, искали именно голожопых. Ну, нашли. В поле, правда, нашли. Он поджидал нас. Преступник? Да. Он нас поджидал с какой-то арматурой. Очень темно было и холодно. У нас ни фонариков не было ничего. И вот мы, за нами, целая куча народа шла, как бы подмога, да? Из фонариков только телефон был. И телефон сел. И мы посреди поля Бархана отпустили. А в темноте же не видно, в какую он сторону даже убежал. Да, да. И мы вот так стоим и не знаем, куда дальше идти. А Бархан ушел. Он ушел. Пришел к нему, нашел. Он где-то метрах 50 от нас лежал в реке и ждал нас. Он его нашел. Посмотрел, что это опасно. То есть у него мышление свое. У Бархана. Да. Он видит, какое решение ему принять. Он принял решение, что это опасно. Он к нам пришел. Вернулся обратно. А кто-то, ну вот бывает же, телефон так, как сказать, мигает еще на последнем издыхании. Вот включили, а Бархан нас дальше не пускает. Вот перед нами ложится, вот так вот падает, и он нас не пускает. Мы в ту сторону, он в туда не пускает. Мы в ту сторону, он нас туда не пускает. И мы так простояли, где-то вот рассвет как начал. А милиция где была? Они с нами стояли. И милиционеров не пускает? Он никого не пускал абсолютно. Вот когда рассветать начало, и тогда только увидели, почему нас Бархан никуда не пускал. А преступник устал ждать и заснул. Фактически Бархан спас чью-то жизнь. Кого-то из нас он спас. Поэтому Бархан у нас индивидуальный такой мужчина, который сам принимает решение. То есть ему верить безоговорочно. Если он сказал, значит так должно быть. Круто. Бархан, как сказать, имя вообще это в пустынях Бархана есть. Имя дали, когда мы его, ну, нашли его, купили, уже дали ему имя, решили оставить. Вообще получилось так, хотели другую собаку взять. Он сам подошел, начал лезть на руки. Мы его забрали. И когда документы оформляли, оказалось у него еще день рождения с моим в один день. 16 декабря. Спасатель, он, он очень умный, стойкий. Он очень сильно радуется, когда находит человека живого. Он безумно радуется. Для него это счастье. Для него много значит просто найти. Это не просто игра для него, а что-то большее, когда он находит человека. Ну, это такая очень интересная собака. По крайней мере, я так, да, и вижу. Все-таки я ее, она ко мне попала очень интересно. Я не собиралась брать собаку. Мы с мужем поехали просто погулять и увидели заводчика. Мне настолько понравилась эта порода. Я ее, прям влюбилась в эту породу. И у заводчика были щенки. Мне хотелось очень, чтобы это был все-таки кобель. Но вот она меня сама выбрала. И так мы с ней вместе идем по жизни вдвоем. Спасибо вам, Елена, за интервью. Спасибо вам за то дело, которое вы делаете. Я считаю, что настоящие герои – это вы. Настоящие герои – это вот Тея, Бархан, Лиса. Люди, которые абсолютно бескорыстно просто из любви к человечеству совершают по-настоящему геройские поступки. Несмотря на опасность, несмотря на сложность и несмотря, к сожалению, на отсутствие какой-либо поддержки. Я надеюсь, друзья, что государство, что коммерческие организации какие-то, все, кто неравнодушны к таким людям, к таким героям, к таким героям-собакам, не останутся в стороне и будут поддерживать этих людей. Низкий вам поклон. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо.